Как это еще по-другому сделать? Ну, наверное, больше погружаться в наблюдение, я бы даже сказала, наверное, в наблюдение воздуха. Потому что когда мы наблюдаем природу, когда мы наблюдаем своих близких, своих животных, своих счетчетов, то у нас больше складывается, больше начинают появляться мысли форм, а мысли форм всегда ведут к мыслям. И когда ведется к мыслям, тогда нас уводит очень быстро. Когда мы начинаем наблюдать воздух, вот просто наблюдение воздуха, вы его, наверное, с первого, с второго раза уже увидите воздух. Он другой, он иной. И вы это прям четко увидите, попробуйте. И когда вы идете в наблюдение воздуха, в воздухе мысли формы не возникают, если у вас не начинает ум выбрасывать. И вот в наблюдение воздуха со стороны, не изнутри себя, а в наблюдении наблюдателя воздуха, тогда вас будет больше приводить к себе. Это почему воздух? Потому что если мы смотрим, я не знаю, на что там смотрим, но я не знаю, ну вот чехол от наушников, да, вот я на него смотрю, и мой ум уже его нарисовал. Вот он прямоугольный, он с закругленными концами, он в таком-то чехле, он белый внутри. И все, и у меня уже пошли мысли формы, которые пошли у меня уже в голову. И я его наблюдаю уже не как он есть, то есть то, что я его догоняю своими мыслями, что какой он есть в моем мировосприятии, это не говорит о том, что он изменится, либо не изменится. Он уже есть по факту. Но мы многие вещи по факту принять не можем. Мы начинаем их интерпретировать через голову. А воздух, пока мы его не увидели особенно, нам не с чем его интерпретировать. Мы его не можем сказать, что он прозрачный или не прозрачный. Он какой-то, вот он прозрачное может быть стекло, а воздух как прозрачный. Мы его не можем узнать, что он теплый, не теплый. То есть вот они как бы косвенно есть, но как такового к воздуху прицепить что-то, какой-то ярлычок, к нему сложнее, чем, например, к какому-то предмету. И когда мы наблюдаем за предметом, у нас сразу возникают мысли формы. У нас моментально пошло вот это вот мыслемешалка у нас включилась. Если мы начинаем наблюдать воздух, то нам проще переключиться, нам проще увидеть состояние без состояния, потому что там нет ярлыков. То есть на воздух навешали ярлыки те, которые мы не можем прощупать. То есть воздух тепло или хорошо, он идет только на контрасте нашей кожи, а не воздуха. То есть мы кожу свою чувствуем, на этом контрасте мы можем проверить. А сам воздух, мы же его в каких-то случаях потрогать не можем. Мы его можем потрогать уже, когда мы понимаем, что это такое, что он такой же плотности, как я сам. Но до этого сложнее потрогать. И поэтому вот через воздух вернуться к себе будет проще. Попробуйте вот такую практику.